а что вы здесь делаете мальчишки вы охраняете ларек мою собственно а это ваша собственность да расскажите не дают работать то есть то есть они вам не разрешают зайти или что наверное не знаю что стоять закрыл магазин закрыл магазин боюсь что туда не зашли там по периметру видите выставили по периметру как ваток вот она охраняет вот хотим разобраться то ли она наняла вячеслава вот хотим разобраться что это такое кто это и откуда с какой ребенок вот милиция втресса работать а давно они тут стоят с утра с девяти где-то сначала не сам так давай скажите пожалуйста что это за молодые люди их личность уже удостоверена поэтому их отводили в южницкое отделение полиции кличность уже удостоверен но они не ранее судимы но милиция занимается этим делом полиция полиция извините на полиция занимается этим делом все будет нормально а кто вас вызвал люди вызвали позвонили милицию полицию сказали что есть люди в балаклавах стоит милиция отрабатывает полиция отрабатывает вызов ножны в рамках закона ложным образом так что все нормально но они вообще законно здесь находятся документы удостоверены у всех но они могут так стоять на рынке вообще они не они стоят они не препятствуют торговле там из захождению то есть они не кидаются на людей не нарушает общественный порядок не выражается не цензурная брань не в общественных местах они просто стоят на месте если вы захотите против магазин проходите там ну покупать то есть ничего они противозаконного не делают они просто стоят вот поэтому вот такая ситуация спасибо присаживайтесь пожалуйста первополномоченный лейтенант джинского отделения полиции спасибо пожалуйста не видно лица скажите куда или нет что делать заходить или не заходить люди идите в сторонку можете отойти в сторонку вот там сдать и охранять есть камера есть сигнализация что вы стоите за магазинами отойдите в сторонку я работать буду важно я буду работать или нет махните здравствуйте ребята а что вы здесь делаете а зачем а вы долго будете здесь стоять просто что это за ситуация на рынке и как здесь может сотрудники полиции разобраться в этой ситуации разберемся проверим что за личности проверяем но это охранная фирма какая-то или это частные сейчас проверяем охрана на каком основании они здесь по какой причине проверим всю информацию и дадим вам дадим вам оценку этому всему а потом дадим вам интервью спасибо скажите а вот молодые люди в масках не смущают да не знаю я думаю война у нас началась можно уже воюют лишу чешу а вы обратили на них внимание когда вот еще иду и смотрю думаю что это много военных много это в чем дело то есть не правда что и на рабочее место нас перед магазином стоят мальчики что они хотят что они охраняют непонятно выдаем вопросы не отвечают не препятствует нашей хозяйственной деятельности не можем работать спокойно люди не могут зайти потому что непонятно страшно в этих масках и что она и откуда она что будет дальше с нашими магазинами как нам предостеречь чтобы не поломали и не разбили и тем более тоже свою жизнь боимся нас маленький ребенок кормить надо семьи это тоже не выход вот так решать проблем пусть разберутся на самом деле у кого есть акт что она какой она не имеет права работать здесь они вот таким заниматься в наше время беспределом и вот чтобы вот люди на самом деле за это отвечали хотим очень сильно честно чтоб разобрались власти нашей прокуратура и исполком что на самом деле мы уже спокойно потому что это уже 10 лет вот это уже длится и никто не может в этом разобраться сколько может уже дошли до вот этого что вот стали перед магазинами стоят спасибо вам представьте пожалуйста наталья очень отрицательная очень мне это не нравится конечно и мне не нравится и вы решили не идти через а что здесь мы даже не знаем что здесь но вот сам вот вот этот что скопище я не знаю а где же начальство вот где она находится начальство что нету тех кто ссорится что-то помнит показывал покупатели что но вы покупатель здесь да да вы пришли на рынок чтобы что-то купить увидели парни в масках но у вас нет не смутила знаю может у них грипп я не не смущает я не могу понять уже происходит они или отстаивают что-то или наоборот отбирать поэтому я не могу участвовать смотрите вот напротив него офиса мне не лично и и компания вячеслава не благодаря что она выросла спокойно же сам татьяне я к сожалению не знаю вот она ее потом обдурила что же саних осталось спортивной долины как бы я пусть как можно быть я бы я бы пришел это я вот так вот она ее обработала в администрацию и задал каждый из вас интересующий вам вопрос и вот все за взвесили все против то что вам не нравится мы не войдем в кабинет сто процентов нет а как каждый по отдельности в основном нет хорошо скажите а насколько насколько обосновано присутствие совершенно молодых людей в масках на мой взгляд совершенно обоснованно они же не нарушают общественный порядок они просто находятся на общественном месте общественном месте вот и все маски ну сегодня можно сняли вот пожалуйста все люди индифицированы все показали документы в первую очередь рынок грипп 44 человека в одессе в одесской области умерло чтобы было понятно дождь сегодня по прогнозу был дождь но к сожалению или счастья его нет вот так ничего такого нет страшного вы говорите вы не хотите прийти но всяческий раз вот сбор такой переходит в балаган понимаете вы вдумайтесь седьмой километр восемь тысяч контейнеров из них 4000 они хотят прийти ну смешно понимаете никто даже на въезд не функции рынок есть порядок его надо обслуживать его надо развивать его надо убирать его надо охранять чтобы все было правильно поэтому так или иначе надо приходить идти на контакт и общаться искать свои пожелания пусть у каждого разные у кого-то и маленький контейнер у кого-то побольше нету у каждого человека есть индивидуального то есть нету какой-то одного шаблона под который вы все пошли и каждый поверьте я вам всем обещал до всю неделю каждого выслушаем и каждого войдем в положение кто-то не может платить пожалуйста не надо обоснованно есть инвалидность есть пенсионные какие-то моменты пожалуйста если товар у него не позволяет все пожалуйста туда все обсуждается есть ставка есть определенная ставка смотрите просто все обсуждается развивать рынок если вас допустим защитить таким образом да то вы не сможете не сами зарабатывать не рынку платить все разойдутся да зачем это надо не